Я снова всех приветствую, Одесса на связи, 5 сентября 2024 год. Как и обещал в этом видео, сделаю для вас подборку происходящего в нашем городе после сильного ливня. Вот справа на экране будут появляться кадры разные, с разных мест нашего города, с разных улиц нашего города, с последствиями сильного дождя. У нас в принципе все как всегда, ничего не меняется, если сильный ливень, Одесса уходит под воду. Ну, не вся Одесса, но достаточно немалая ее часть. Людям позатапливала даже квартиры, причем вода заходила как снизу, есть подтопленный пол, все в воде, люди вымывают. Вот, так же самое и сверху, то есть эти натяжные потолки наполнились водой. А на Балковской мужчина ушел под воду, в открытый люк провалился с головой. Вот, так же на Балковской течением сносила машины. Машины были припаркованы, то есть в них никто не ехал, их просто снесло течением, и они плыли по течению, ударяющись одна о другую. Ну, то, что сносило мусорные баки, это вообще, конечно, скажем так, не новость абсолютно. Это нормальный процесс, это происходит даже во время сильного ветра. На Приморском бульваре упало дерево, в некоторых районах тоже деревья попадали, хотя, честно говоря, думаю, что деревопада не будет, потому что ветра как такового и не было. Дождь был сильный, да, был прям ливень, вот, но прям, прям такого, чтобы сильный ветер какой-то, знаете, там, штормового предупреждения, такого не было. Хотя, видите, в некоторых районах деревья попадали. Вот. Подтопило серьезно, сегодня с утра проблемы, кое-где не ходит транспорт, кое-где не едут машины, потому что подтоплены улицы, особенно с поселка Котовска, там пробка просто сумасшедшая, бешеная. Вот. Так что такие дела у нас. Дождик наделал, наделал своих последствий достаточно непростых. Ну, я же говорю, как всегда, в принципе, ничего не меняется. Сильный ливень в Одессе, никто ливневками не занимается, стоков нормальных нет, только пустится сильный дождь, все, Одесса, Одесса тонет. Дерибасовская тоже вчера плавала в воде, и проспект Шевченко и проспект Агарина тоже подтопило нормально. Ну, не полностью, там, на перекрестке. Участками, скажем так. Ну, как всегда, больше всех страдает Балковская. Там, за счет того, что она в низине находится, там, постоянные потопы. У людей во дворе за этот, все в канализации затопило, судя по всему. А много было таких вот этих, знаете, фонтанов, за счет того, что, ну, топит, и получала фонтаны с канализации. Ну, короче, жесть. Творится полная жесть. Такие дела. Никто ничего не делает насчет как-то, каких-то улучшений в этой ситуации. А, в принципе, в Аркадии, видите, все красиво. Чистенько, сухенько. Водичка вся, стекла благополучно в море. Асфальт сухой, трасса здоровья чисто. Ничего нету. Море, конечно, грязнючее. Прям запах стоит такой неприятный. А люди купаются. Вот. Ну, а что делать, если люди приехали на отдых, да, там, на пару-тройку дней? Потратились, потратили время, потратили деньги, что им не купаться? Купаются, конечно. Несмотря на то, что море грязное и вонючее. Вот. А потом зараза разносится. Как-то так. Подписывайтесь на канал. Всем хорошего дня. До встречи в новых видео. Пока.